МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 июня 1944 года войска Ленинградского фронта занимают город Выборг. Второй по величине город Финляндии, где жило до войны 90 тысяч человек. Самый древний финский город превращается в районный центр Ленинградской области. Причем не самый большой районный центр. С тех пор прошло более 60 лет. В Выборге выросло несколько поколений русских людей, в Абаржан. Удивительный эксперимент. Люди, которые никогда не жили в городе или жили в других городах, попали сюда, в дух Средневековья. Как этот дух влияет на жителей? Об этом наша сегодняшняя передача. 1945 год. К разрушенному вокзалу Выборга прибывают эшелоны с переселенцами. Это уже второй опыт по заселению Выборга советскими людьми. В первый раз Красная Армия заняла город в период Зимней войны в 1939 году. Впрочем, в августе 1941-го финнам удалось ненадолго вернуть свои южные владения. Теперь, в 1945-м, советской власти необходимо снова налаживать промышленность и работу порта, заселять город, обустраивать быт новых Выборжан. В советском Выборге налаживается нормальная жизнь. Город очищается от следов недавней войны. Его хозяйство, разрушенное велопинами, приводится в порядок. Переселенцев в Выборгский район агитируют ехать специальные вербовщики, обещая жилье и деньги на приобретение скота. Просили, требовали, уговаривали. Вот эти три слова, они всякие были, демонстрировали. Нужны были люди. Вот вы представляете, надо строить город, а людей нет. Вот и ездили по городам. Сразу же после войны, именно по настоянию Сталина, Выборг был включен в число 15. Самых ценных городов Советского Союза, которые подлежали восстановлению в первую очередь. И благодаря, конечно, ленинградцев в первую очередь, Выборг был возрожден уже к 1948 году. Пошли трамваи, заработал порт, железная дорога и так далее. Переселенцы в Выборг, это в основном колхозники. Из Татарстана, из Пензенской области, из Тамбовска, из черноземных районов. Почему-то очень много свекловодов, которые сажали сахарную свеклу. И вот они попадают в средневековый город, единственный на территории России, причем не русский, а шведский, где все кажется абсолютно непривычным. Они попадают в абсолютно чуждую для них среду обитания. Выборгский замок основан шведами в 13 веке, а город строили в основном немецкие купцы и монахи-францисканцы. При Александре I Финляндия, а вместе с ней и Выборг, вошла в состав России как автономное княжество. В декабре 1917-го финны отделились от митрополия и стали независимыми. Выборг, по-фински Виепури, самый южный и второй по величине город Финляндии, почти курорт, превращается в культурную столицу молодой республики. Здесь строят лучшие архитекторы, отдыхают столичные туристы из Хельсинки, процветают художественные общества и действует крупнейший музей изящных искусств. Если только представить, что вроде какой-то достаточно провинциальный город имеет такой мощный музей, в котором, в общем-то, была богатейшая коллекция холодного оружия, богатейшая коллекция габелинов и шпальеров. В 1944 году, окончательно покидая Виепури, финны эвакуируют население и все культурные ценности. Но потеря самого города для них национальная трагедия. А в масштабах Советского Союза Выборг всего лишь один из рядовых райцентров. При этих же руинах, при этих грязи, смертях, минах, которые еще продолжали взрываться, открываются великолепные фасады, диковинные ручки, двери, которые, кстати, почему-то ломали, вывозили и делали упрощенные. А не надо, зачем нам это буржуйское? Некоторые переселенцы до переезда в Выборг никогда не жили в городе. Имеют только три класса образования, а то и вовсе не говорят по-русски, как, например, выходцы из Татарии. Они толком и не представляли, где окажутся. Измученным войной людям не досуг изучать историю средневековой крепости и восхищаться причудливой архитектурой финского модерна. Первое время город воспринимается новыми выборжанами как чуждое пространство. Им даже кажется, что прежние хозяева еще могут вернуться в свои дома. Мы как-то, вы знаете, думаем, а вдруг люди приедут вернуться в свою квартиру, и нас выгонят, мы вообще ни с чем останемся. И я маме говорю, мама, давай вот в поселке Ленина, тут были маленькие домики, давай займем домик такой старенький. Я слышал такие рассказы старожилов, из Белоруссии, где-то в пригороды Выборга переселяли, так они даже с собой привезли булыжники. Они не знали, куда едут, они не знали, что такое Финляндия, и в их краях это было, значит, ну, ценность булыжник, которым можно было там придавить капусту, огурцы и что-то, это с собой, вот они привезли все это с собой. Выборг в Советском Союзе с самого начала на особом положении. Жители приграничного города должны быть дисциплинированы и подкованы идеологически. Выборг очищают от переселенцев из крестьян, их место в окрестных колхозах. Центр города занимает самая привилегированная и интеллигентная часть населения, железнодорожники и многочисленные военные. Их столько, что Анна Ахматова назвала послевоенный Выборг казенным городом. Советский Выборг – это такой суровый мужской город. Пограничники, военные моряки, два порта, собственно, в Выборге и рядом в Высоцке, крупный железнодорожный узел, сетевизальная фабрика, судоремонтный завод. Рабочий город с населением 80 тысяч человек. Город, которому до архитектурных красот дела нет. Тысячи трудящихся Выборга собрались на открытие памятника Владимиру Ильичу Леню. Старый коммунист Кондуков поделился воспоминаниями о встречах с Владимиром Ильичом. Самому дорогому, самому близкому человеку, от тех, кому открыта дорога в светлое будущее. Советское руководство к городу относилось очень серьезно, потому что это был закрытый город, пограничный, рядом с буржуазной Финляндией, Европой и так далее в те времена, до 1962 года. Поэтому в городе был, в общем-то, порядок, чисто было, продуктов много было. Ну и вот, когда в Выборг приехали, конечно, вообще получилось. Вот первое впечатление, это даже наш вот этот советский вокзал, вот где-то мне лет 10 тоже было, как по ему внуку сейчас, когда я вышел, уж казалось бы, Питер, все это, вышел на вокзал и увидел это, такая красота показалась, подошел, вышел на крыльцо, до вокзала, увидел эти игрушечные финские трамвайчики, и эти, ну, сразу влюбился, можно сказать. Когда кончается рабочая неделя, по субботам устраиваются вечера отдыха. В эти часы всюду, куда ни заглянешь, в аллеях, парках, в скверах, на трибунах стадиона, везде празднично и весело. Звучит музыка, песни, это выступают участники художественной самодеятельности. Песня о Выборге исполняет хор Дома культуры. Звучит музыка, песни, это выступают участники художественной самодеятельности. Песня о Выборге исполняет хор Дома культуры.